Клевлен! Это для тебя! В случае с его сыном продолжают серию выпусках о тренировках звезд NBA. Ну а перед тем, как мы начнем, господа, обязательно напишите в комментариях, чью программу тренировок мне разобрать в следующий раз. Ну а теперь, погнали смотреть! Субтитры сделал DimaTorzok Если вы получаете 50% успеха, то вот остальные 50% это баскетболисты режим плюс питание. Так что сегодня вас ожидает еще и этот немаловажный кусочек пазла тренинга Леброна. Ну в общем-то, а теперь можно переходить и к самим тренировкам. Как я уже рассказывал в прошлом выпуске о работе Леброна в зале, основой его тренировок являются далеко не большие веса и взрывные повторы. Хотя они тоже, несомненно, есть. А наоборот, тщательная и медленная проработка чуть ли не каждого мышечного волокна. Начинается тренировочный воркаут недели Леброна с четырех упражнений или же двух суперсетов. Это отжимания плюс подтягивания и рывок гантели одной рукой плюс тяга в блоке также одной рукой. На следующий день Леброн, грубо говоря, от рук и спины переходит к работе над мышцами кора и ногами. Вообще, если кто не в курсе, то начиная с того самого момента, когда Леброн только начал свой путь в лиге, его нижняя часть тела, а именно ноги, были на самом деле самой отстающей группой мышц. И именно над ней Джеймс всегда старался работать как можно более усердно и тщательно. Кстати, если вы хотите, чтобы я разобрал план тренировок короля, когда он только собирался в NBA, то ты знаешь, что тебе нужно сделать. Ну а по тренировкам это снова четыре упражнения или же два суперсета. Приседания с гантелями и подтягивания ног на швейцарском мече и степапы снова с гантелями плюс подъемы на носках с гантелями для проработки икроножных мышц. В среду королевский выходной, как в общем-то в субботу и воскресенье. А вот в четверг снова пошла работа. Начинается и заканчивается которая снова четырьмя упражнениями. Кстати, как вы думаете, а чем выходные занимается Леброн? Конечно же смотрит канал. Всем привет, это Взял Мяч. Все потому, что Дмитрий Матеранский и Игорь Знаменский по фактам разберут не только игру короля, но и всей лиги в целом. А как я уже сказал ранее, если ты хочешь быть так же крут, как Леброн, то и делай, как и он. Так что смело подписывайся на канал Взял Мяч по ссылке в описании и будь в курсе всего того, что происходит в NBA. Так, теперь вернемся к упражнениям. Как я уже сказал ранее, их четыре, а именно, суперсет из жима гантелей на наклонные скамье, плюс тяга блока широким хватом к груди. И суперсет из подъема гантелей из-за головы, плюс тяга гантелей в наклоне. Ну и наконец завершается трудовая неделька Джеймса, я думаю вы уже догадались. Снова четырьмя упражнениями из двух суперсетов, которые состоят из приседаний на одной ноге, плюс упражнения со швейцарским мечом. В основном это опять же либо подтягивания двух ног, ну либо же одной. А второй суперсет Леброна это выпады в стороны с гантелями, плюс разнообразные прыжки на скакалке. Ну что ж, с тренировками мы более-менее разобрались, но как я сказал в начале выпуска, остается режим и особенно питание. Ведь если, например, вы смотрели последние игры Кэфс, то Леброна там достаточно часто можно увидеть, кушающим прямо во время отдыха. Вот, например, как он кушает мандаринки во время плей-офф с Индианой. Так что давайте посмотрим, из чего состоял в те времена день и рацион Леброна. Подъем у звезды Кэфс стартовал в 5.45, после чего он сразу же старался выпивать два стакана воды. Затем наступало время королевского завтрака, состоящего из цельнозернового или пшеничного тоста, с арахисовым или миндальным маслом, бананом, греческим йогуртом, с черникой, ну или же другими нарезанными фруктами или ягодами. Обед. Тут тоже все по-королевски, например, салат из шпината с овощами, курица на гриле с оливковым маслом и опять же свежие фрукты или ягоды. Ну а на ужин, как обычно у короля, шла курица, полстакана риса, шпинат и апельсиновый сок. Кстати, тут я не могу не сказать о том, что само собой Леброн не ел три раза в день. Приемов же пищи на самом деле около 6-7, не считая постоянного потребления воды. Просто на мой взгляд расписывать весь рацион это очень нудно в рамках видео, но просто необходимо как отдельный материал. Так что по ссылке в описании я для вас все подготовил и кому будет действительно интересно, переходите, смотрите и пробуйте рецептики. Ну а у меня, пожалуй, на сегодня все. Пишите в комментариях тренировочную программу какого игрока мне разобрать в следующий раз, а также не забывай подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить Лебро на лайк, если выпуск тебе понравился. Услышимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok